буквально приперли к стенке да вы работаете в крыму да где вы работаете отельным гидом да и как вам эта работа в общем это похоже на какой-то отстой сейчас мы просто поищем еще людей которые живут с нами рядом соседней комнате в комнате как обычно все тусуются в туалете поэтому посмотрим кто там есть вот у нас здесь есть один человек здравствуйте как вас зовут здравствуйте до вас зовут наталина расскажите как вам работает компания библиоглобус кем вы работаете вообще всех нюансов что вас устраивает что не устраивает нравится ли вам эта работа вообще если учесть что я в крыму нахожусь и в принципе работа в екатеринбурге у меня особый момент но конечно некоторые моменты меня повергают в чувство несправедливости как и везде собственно происходит такой момент что вы нам должны а мы ничего не должны то есть мои проблемы которые я озвучила они в принципе не интересуют начальство есть какие-то конкретные примеры ну например недавно я ездила с водителем который орал меня матом и чтобы он меня не убил мне пришлось выйти на остановке на красной свете в ответ он кинул у меня подушкой на которой я поспала подушку вот и вообще это все происходит и вы работаете экскурсолог 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 да еще меня интересует тоже такой момент что трансферы работая меньше чем я за июнь получают 27000 рублей а я получила 23 да какие зарплаты здесь всего на видах и как вообще рассчитывается это зарплата здесь стильные но то что мне обещали 60 тысяч получают 23 мне не очень устраивает потому что это не оплачивает мой мои затраты скажем здесь жизнь очень дорогая но с другой стороны с другой стороны я имею конечно же возможность потусить то есть июнь был не загруженный на месяц точнее простите я уже не соображалась какой у вас график рабочий примерно по разному вот июнь в июне у меня было там дней 12 рабочих в этом месяце вот сейчас вот я работаю сегодня 8 день подряд если считать что выходной день я ездила сюда то есть считать его как за рабочим за свои зарплаты зарплаты кстати говоря мне задерживают официально я здесь не устроена и ничего мне не гарантирует что я получу свою последнюю зарплату здесь многие работают неофициально или все вообще не знаю я просто сейчас этот вопрос не поднимала поскольку было затмение но обязательно подниму этот вопрос как только уйдет этот замечательный период который нельзя по идее заключать контракты но изначально все это оговаривалось мне сказали захочешь будет официалка не захочешь не будет по итогу устроили только отельников которые имеют ответственность что это вообще сюда ехать в качестве профессионального гида работать все нормально я живу в екате да у меня в екате в принципе была бы гораздо хорошая история потому что там максимум на летом вообще нет искусственной деятельности поскольку я у детей уже вот поэтому мне пришлось бы там где-то подрабатывать там таксистом декоратором еще что-то но эта работа мне нравится и я ее люблю и поэтому плюс я в Крыму плюс здесь у меня жизнь моя очень многое увидела даже хотя бы тот момент что я поездила по всем экскурсиям и так далее то есть в этом плане мне нравится отношения иногда участвуют особенно девушек которые уволят сейчас или ее уволили неизвестно когда тебя просто унижают и когда тебе в принципе никто никогда не хвалит но только извините меня тебе унижают потому что непонятно как бы вообще ни в каком словании но это на самом деле в любой компании происходит в которой я устраивалась то есть ничего нового просто когда мы только начинали я питала такие вот как сказать иллюзорные надежды на то что здесь адекватное начальство оно будет тебя слышать на самом деле слышать оно тебя не хочет и все моменты которые как бы возникают которые им неудобны то есть они пытаются всегда выставить виноватыми людей и мне это не нравится хорошо спасибо огромное для интервью Наталья удачи вам до конца сезона удачно доработать до встречи здравствуйте здравствуйте как вас зовут меня зовут Карина буквально приперли к стенке да? вы работаете в Крыму да? да где вы работаете? в компании Библиоглобус отельный гид отельный гид отельный гид да и как вам эта работа в общем? это похоже на какой-то отстой почему? серьезно это похоже на полный отстой бесполезные наматывания километража по грамм чуть чуть и абсолютно никаких продаж а это самое главное в нашей работе да мы продажники почему нет продаж ну я думаю что дело во мне ну либо дело в регионе потому что как-то бели это такой небольшой регион куда едут люди с небольшими деньгами то есть они не готовы тратить по три тысячи на одну экскурсию давайте поговорим о компании вообще как вам сотрудничать с Библиоглобус как устроена вот здесь вся организация работы вас устраивает? зарплата обещанная вот как бы выходит я никогда не работала в этой отрасли вот и впервые я начала работать именно с Библиоглобус и я не знаю как вообще устроено это все в других компаниях поэтому пока в принципе устраивает все нормально ладно порекомендуйте другим людям ехать на заработки гидами отельными транспортными ехать в Крым если они захотят подышать сежим воздухом побывать в Крыму да а зарабатывать? зарабатывать ну в принципе у нас там за Крымом у нас зарплата 20-15 тысяч поэтому да то есть можно тоже по них да какие здесь зарплаты? ну я думаю 25 где-то там в 10 ну вот если отельным гидом то да 25 25 это нормальная зарплата? ну для некоторых да она нормальная для тех кто работает продавцами консультантами допустим в том, что у вас не дарит и получает 20 тысяч рублей находясь в постоянных не знаю то есть там постоянные пробки люди дышат непонятно чем вот платят сами за квартиру с этих 20 тысяч поэтому здесь им оплачивают и здесь они получают чистыми 25 тысяч библиоглобус предоставляет жилье здесь да? да а где вы живете? мы живем в гостевом доме почему так смешно? смешно потому что библиоглобус никогда не дает ничего легкого то есть чтобы получить вай-фай нужно выходить из дома в 12 часов ночи ну то есть чтобы зайти в ту же самую программу и что-то изменить в 12 часов ночи в пижаме нужно выходить на улицу в холодину и что-то делать в целом условия жизни вас устраивает или не устраивает? не особо хотелось бы лучше да но жить можно да вот здесь вы рекомендуете в итоге ехать сюда зарабатывать? тем, кто не может заработать ничем больше то есть продает или что-то кому нужен опыт в продажах то да, рекомендую да хорошо, спасибо огромное если ты не хочешь, я не буду это публиковать да, в принципе, а что брать ты? я хотел задать всего два вопроса может быть даже один как вам работа в библиоглобус Крым на восточном берегу Крыма ну, честно говоря такое себе сомнительное удовольствие потому что работы нифига нету если, в принципе, не ставка, которая у нас а кем вы работаете? трансферный гид трансферный гид компания Библиоглобус в принципе, если бы не ставка, которая у нас была то зарплату бы мы здесь вообще не получали и, в принципе, программы, которые ставят у нас по Коктебеле то есть мы живем в Коктебеле те программы, которые ставят у нас здесь то их отдают, в принципе, другим ребятам и потом еще говорят, что мы якобы не работаем мы здесь бездельники нас здесь всех расформировали по другим лажманам по другим регионам вот и, в принципе, на этом все то есть ничего хорошего здесь я не получила какие здесь зарплаты? ну, зарплата у нас сказали то, что официальная будет 27 неофициальная 30 сегодня звонили в офис там произошла небольшая неполадка, накладка у нас кто-то получил 10, кто-то получил 15, кто-то 16 вообще все непонятно вообще в целом, как трансфер, организация трансферов организация работы мне не нравится здесь совершенно логистика строится здесь неправильно мне вообще здесь непонятно, как они распределяют все это по регионам то есть, ребята, которые, допустим, живут в Феодосии, в Береговом они могут, в принципе, возить свои отели они возят наши, также наоборот то есть, бывает то, что наши коктебельские программы ставят Феодосийским, а нам наоборот Феодосию то есть, ну, это вообще беспредел по-моему еще какого-то непонятный зарплаты пока вообще тоже непонятны то есть, ехать сюда, чтобы заработать это вообще бесполезное дело самое последнее, что можно сделать то есть, если зарабатывать, то только за границей от какую компанию пока сказать не могу ну, от библиков точно ничего не надо отлично, спасибо огромное, спасибо приветик, Феодос Барбос привет, тебе не видно глаз за твоей челкой ты здесь местный житель? расскажи что-нибудь хороший, хороший